Друзья, всем привет! С вами Леся и у меня немного пустых баночек. Давайте по-быстрому пробежимся. Их немного, но все как я люблю, по горячим следам. И также, во-первых, я хочу всех поблагодарить за поддержку, за то, что вы пишете мне такие приятные слова. Мне это очень приятно, очень для меня важно. Спасибо вам большое! Давайте к пустым баночкам приступим. Значит, что у меня закончилось, но скорее это из декоративной косметики. Катрис, такая вот тушь Лес Ченджер Болио Маскара. Эту тушь я получала в подарок за заказ, то есть подружке была акция. В общем, на каких-то условиях дарили подарки. И я себе в подарок выбрала эту тушь. И очень рада, потому что тушь очень классная. Просто у меня не было неделю дома, и я вернулась. Из декоративной косметики у меня с собой была только в больнице помада. Ну и бальзам для губ, но он же не декоративный. Я вернулась и, собственно, как бы начала краситься. И поняла, что эта тушь, она уже не красит так, как раньше. Сейчас аномальная жара, поэтому, возможно, и в других условиях она бы продержалась дольше. То есть она как бы уже такая подсохла, густая. То есть не то, чтобы там вообще ничего нет, там есть. Но я не люблю, когда тушь становится, как бы, ну, такой, как вам сказать, густой. Я не могу ей накраситься, она как-то залипает неприятно. Вот такая вот щеточка, она безумно классная. Ей удобно пользоваться. В принципе, там еще что-то есть, но вы видите, как-то она уже такая подсохшая. Я такими тушами не люблю. Я люблю, когда тушь такая мокренькая, свеженькая. Когда подсохшая, у меня как-то это все на ресницах залипает. Мне становится неудобно. Я как бы начинаю красить, и такое впечатление, что я не крашу ничего. Ну, в общем, подсохла. Классная тушь. Я бы сама ее купила. Мне все понравилось, удлиняет, придает объем. В общем, делает классные реснички. Очень хорошая тушь. Далее. Такая вот подводка Jet Black. Это от реснички Glossy. Мне ее... 15-й оттенок. Ну, черная подводка. Мне ее давали на обзор. Честно говоря, подводка очень классная. Ей очень удобно рисовать. Она черная. То есть, вот такой вот наконечник фетровый. Я такое люблю. Но она какая-то тоже, видите, подсохшая. То есть, ей очень тяжело накрасить стрелки. Потому что, как бы, ну, она высохшая. Я скажу, почему. Потому что, во-первых, аномальная жра. И если вы присмотритесь, видите, что здесь еще название на русском языке. То есть, это старый выпуск. Сейчас с английскими буквами написана ресничка. Поэтому у этой подводки вообще заканчивается срок годности в этом году. То есть, мне прислали, ну, из старых запасов, можно сказать, эту подводку. И у нее, как бы, мне все новое-новое прислали. Два продукта было из старых запасов. Вот эта подводка. Еще, по-моему, какой-то карандаш. В общем, ей удобно пользоваться. То есть, федровый наконечник удобный. Сама подводка черная. Если вам интересно, можете посмотреть мой обзор на карандашки ресничка. Я просто восхищена этой маркой. Но она уже высохшая. Погодные условия, срок годности все-таки, как бы. Поэтому ее я выброшу. У меня просто есть другая свежая подводка от реснички. Ей я буду красить. Зачем мне, как бы, пытаться накраситься тем, что уже высох шла из строя, да? Такое вот мыло, вы видите, это аромасоу, белый чай и алоэ вера. Жидкое мыло. Честно говоря, мне оно не очень понравилось. Оно какое-то скользкое. То есть, его как-то трудно смыть с рук. Пахнет, ну, нейтрально приятно, в принципе. Но я его покупать не буду, потому что мне не нравится, когда скользкое что-то. И тяжело это вымывается. Далее, вот такая вот маска. Интересный продукт. Мне ее дарили в подарок за покупку бренда Bubble & Rot. Здесь у нас маска из глины для глубокого очищения кожи головы. Она у нас идет с итальянский экстракт тыквы. Очень интересно, что изначально, я даже захоронила, идет вот просто как закрученный тюбик. Вы пробиваете его, да, вот так вот. И надеваете вот этот вот наконечник. И распределяете перед мытьем головы. Она такая коричневая, не знаю, будет видно, наверное, нет. Очень имеет приятный аромат. Приятный такой растительно-сладковатый аромат. Я бы сказала, профессиональной такой уходовой косметики, которую можно встретить в салонах. Еще бы вспомнить, когда в этих салонах была. В общем, использовала два раза, потому что, понимаете, да, как бы нам надо распределить на волосы. В общем, она достаточно, ну как, тысячу рублей где-то стоит. Полный размер это 100 мл. Могу сказать так. Я боялась, что она будет сушить волосы. Но нет, мне кажется, я от нее даже какое-то питание ощущала. Волосы, потом мыла волосы шампунем. Было очень приятно. Но у меня на нее аллергия случилась. То есть, ну, в общем, у меня на нее аллергия. Поэтому я сама ее покупать не буду. Но действие мне от нее понравилось. Пахнет приятно, наносить удобно. Но так как аллергия, конечно же, сама я не приобрету. Но продукт интересный. Далее закончился вот такой вот скраб от марки Waze. Марокканский чабрец, нежная кожа и питание. Здесь у нас такой вот скрабик был. Я приехала из больницы, просто его, да, использовала. Здесь вот пусто, но приятный аромат. Конечно, это запах дешевой косметики. Вот знаете, когда пользуешься даже вот такими уже продуктами, которые уже не масс-маркет, а мидл, да, маркет, то понимаешь, что, ну, запахи очень разнятся. Но при этом, несмотря на все остальное, вот этот вот скраб, он пах очень приятно. Это был растительный аромат каких-то травок, каких-то луковых цветочков. Им было удобно пользоваться. Несколько видов скраберющих частичек. Ну, можно сказать, что я бы даже не то, что повторила, я бы попробовала еще какие-то скрабы вообще марку Вейс. Несмотря на то, что она бюджетная, она как бы оставляет приятные впечатления. Допустим, я еще другими продуктами от Вейс пользовалась, и как-то, ну, мне понравилось. Может, что-то не подошло, там, лекало у масок, не очень классные 3D-масок. Но в целом этот бюджетный бренд, он приятный. И последнее, что покажу сегодня, это вот такие вот ватные диски от Холиполи. 80 штук, пин-колор. Закончила еще одну пачку. Кто меня смотрит, знает, что я их люблю. Очень, кстати, добротная пачка, такая хорошая. То есть, она не будет рваться у вас. Если вы делаете постоянно макияж, конечно, она у вас закончится достаточно быстро. Приятные диски, удобно снимать макияж. Они абсолютно не расползаются. Даже если, там, где-то вам нужно, там, чуть-чуть активнее протереть, да, если ментилярка не очень, там, какая-то работает. Все снимается, все хорошо. Они расползаются, не раскисают. Они прошиты. Классные диски. То есть, у меня еще две упаковки есть новых дисков. Как вы понимаете, они мне очень нравятся. Единственное, что не везде их можно купить по той стоимости, которой хочется. То есть, в магнит-косметик они стоят до 100 рублей, а уже в золотом яблоке, смотрела, они стоят больше 200 рублей. Но за эти 200 рублей можно уже купить ватные диски от Миша. Они более толстенькие, но они тоже очень мягкие, очень приятные. Ну, и как бы уже думаешь, ну, ладно, тогда куплю Мишу, да? Ну, вот так вот. Ну, они классные. Я вам советую их попробовать. И мне нравится то, что это коробка. Повторюсь, это удобно. Это симпатично. То есть, поставили эту коробку, она стоит, а не так, что ватные диски в этой гирлянде, как колбаса, делепаются у вас где-то, висит. Но это не эстетично, как по мне. И лично немножко раздражала всегда, когда видела, что можно купить в коробках неплохие ватные диски. Конечно, я перешла на коробочки. Но не зарекаюсь, что возьму обычные ватные диски, просто если мне они будут нужны, и в коробках я нигде не достану. Как вы сами знаете, живем мы в поселке, будем переезжать на Римаш. Там вообще нет магнит-косметик, поэтому даже такой вариант быстро попишет магнит-косметик не получится. Ну, придется, наверное, ехать. Ладно, друзья, это все на сегодня. Хотелось вам по-быстрому показать, избавиться, потому что, да, кто его знает, когда мы будем переезжать на Римаш, чтобы потом как-то не забыть, в принципе, пустые банки. Ладно, всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok